Понять устройство Вселенной, создать защитную систему от ударов метеоритов и выйти на гиперзвуковой режим скоростей. Российские ученые представили модель пушки, в которой вместо пороха используются силы электричества и магнитные поля. Давление в аппарате сопоставимо с давлением на дне Марианской впадины, а энергия в 50 раз больше, чем у молнии. Александр Васильевич, давай пуск. Быстрее танкового снаряда в несколько раз. Сейчас это выстрел рельсотрона, электромагнитного ускорителя, который способен разогнать материю до первой космической скорости. Вот это и есть результаты выстрелов рельсотроном. Снаряд пробивает дюралевые пластины на скорости 5,5 км в секунду. И все это сделано вот такой вот маленькой пулькой. Она из пластика и вес ее всего 2 грамма. Снаряды, например, современных танков просто физически не могут лететь быстрее 2 км в секунду. Так что лабораторные испытания уже показали рельсотрон преодолел этот порог. Мировой рекорд скорости 11 км в секунду. А ведь еще недавно это казалось фантастикой. Такими устройствами грезили писатели увидеть рейлган, как его еще называют, можно было только в видеоиграх и кино. Вся надежда на электромагнитную пушку. Она выпускает стальной снаряд со скоростью 7 махов. Это секретное оружие. Вместо пороха используется сила электричества и магнитных полей. Мощнейший разряд образует между двумя электродами плазму. Ее вместе со снарядом выталкивает магнитное поле. Как по рельсам, отсюда и название. Российский рельсотрон располагается в городе Шатура. В филиале Объединенного института высоких температур ран. Одни только батареи для него весят несколько тонн. Это ток порядка 1 миллиона ампер. 1 миллион ампер это приблизительно в 30 раз больше, чем при ударе хорошей молнии в земляющую устройство. Увидели молнии, какой они создают эффект. Возникают ударные волны, грохот, яркая вспышка. Так вот здесь это все в 30-40 раз, 50 раз больше. Вот так выстрел выглядит при съемке 200 тысяч кадров в секунду. Пластиковая пуля превращается практически в бронебойный снаряд. Чем больше скорость, тем больше разрушение. Дальность таких выстрелов сотни километров. Вот, он подлетает, удаляется, сразу начинается вспышка. Формируется ударная волна, которая приводит к расплавлению вот этого материала, разрушению самого ударника. И вот уже дальше летит материал расплавленный и сюда, осколки, и вот здесь вылетает сюда. Вот это вот скоростной удар. Вот так вот здесь. А это уже попадание во внутренние мешки. Разработки рельсотрона активно ведут в Китае и США. Там эти ускорители уже рассматривают как оружие будущего. Правда, многотонные батареи ставят крест на мобильности, а высокое сопротивление воздуха так и не позволило американскому рельсотрону превысить на испытаниях скорость обычных снарядов. В России больше говорят о мирном применении технологии. Одним из вариантов применения может быть, допустим, вывод микроспутников на околоземную орбиту. Потому что скорости близкие ко второй космической здесь вполне достижимы. И если расположить это, ну, правда, не на Земле надо, а повыше, где-нибудь на какой-нибудь горе, чтобы плотный слой атмосферы пройти проще. В целом, теоретически, это возможно. Электромагнитные пушки можно будет использовать и для проверки прочности обшивки космических аппаратов, имитируя на лельсотроне удары метеоритов. Сейчас ученые работают над поиском новых материалов для установки, чтобы с каждым выстрелом мощности ускорителя возрастали. Петр Дрягин, Светлана Ведяшкина, Михаил Симаков, Андрей Сычук, Первый канал.